Здравствуйте! В эфире программа «Округ новостей недели». Только самые интересные события и темы минувшей недели для вас подготовили наши корреспонденты. В студии Александр Катунцев и Екатерина Булычева. Сегодня в нашей программе вы увидите. Одесситы продолжают собираться на Евромайдане и готовы это делать, пока их требования не будут выполнены. В Крыжановке на акции в поддержку президента Украины присутствие журналиста вызвало агрессию у митингующих. В Украине в последнее время появилась пугающая тенденция – мстить людям за их гражданскую позицию. Партия регионов продает Одессу и тратит деньги на несбыточные проекты. Обзор сессии областного совета. Руководство области три года назад обещало построить в Одессе еще один корпус областной детской клинической больницы на 297 коек на улице Академика Воробьева-3 в Суворовском районе Одессы. Решение об этом принято на уровне Кабинета министров Украины. Но работа застопорилась в самом начале. Народный депутат Украины Эдуард Гурвиц направил депутатский запрос первому вице-премьер-министру Сергею Арбузову. В частности, там говорится. Несмотря на тот факт, что со времени утверждения проекта и начала строительства прошло почти три года, строительство фактически находится на начальной стадии, а на данное время работы на объекте вообще не ведутся. Причиной этого является как несоответствующее финансирование строительных работ, так и недостаток внимания к строительству со стороны бывшего руководства Одесской областной государственной администрации. Учитывая вышеизложенное, а также важное социальное значение завершения строительства и введения в эксплуатацию лечебного корпуса Одесской областной детской клинической больницы, Прошу вас, уважаемый Сергей Геннадьевич, дать соответствующее поручение относительно решения вопроса финансирования строительства и принять неотложные меры для возобновления строительных работ. В штаб Одесского Евромайдана поступила информация о подготовке масштабных акций по всей области в поддержку президента Украины Виктора Януковича. Главный лозунг акций до срочных выборов в Украине не будет. Согласно этой инструкции, в каждом селе и городе области должны пройти митинги. Начались акции с Крыжановки. Без инцидентов не обошлось. В штабе Одесского Евромайдана также утверждают, что на митингах выступают не только добровольно, а и принудительно. Туда направляют бюджетников под угрозой увольнения. На самой акции в Крыжановке собралось около 50 человек. Однако присутствие журналиста вызвало агрессию у митингующих. Действительно, люди были очень агрессивные, реагировали на нас, мягко говоря, неадекватно. Говорили, что у меня не такая камера. Говорили о том, что вообще мы не имеем права снимать. И один из людей, который подошел, спросил, санкционирована ли съемка. Я говорю, да, я журналист. Я журналист. Имею право. После чего активист партии регионов Сергей Примаченко выхватил из рук Виталия Свичинского телефон, выбросил его, тем самым повредив аппарат. Действительно, там были согнаны насильно бюджетники, работники школ, учителя. И, конечно же, им было неприятно то, что мы увидим, что это не те митинги. Милиционеры, находившиеся на месте событий, на инцидент не отреагировали, только предложили звонить по номеру 102. Правоохранители, приехавшие на вызов, все же приняли от Виталия Свичинского заявление о препятствовании журналистской деятельности. В Украине в последнее время появилась пугающая тенденция – мстить людям за их гражданскую позицию. Так, всего за несколько недель по всей стране были разбиты и сожжены около 10 автомобилей. Не обошла эта печальная статистика и наш регион. В Арцизе неизвестные сожгли автомобиль людей только за то, что они ездили в Киев на поддержку Евромайдана. Вечером 21 декабря подожгли машину Евгения Буркута, который на протяжении всего месяца на своем восьмиместном Фиате возил людей на Киевский Майдан. Сам дежурил, потом забирал людей и возвращался в Арциз. Когда Евгений с семьей находился в гостях, его машину подожгли. Тушить пришлось подручными средствами. Все, что под руки попадало – миски, кастрюльки, потому что в краны низко, ни ведро не подсунешь, ничего. Пожарные и милиция приехали лишь через некоторое время. Работники правоохранительных органов убеждали пострадавших, что экспертиза им вовсе не нужна. Милиционеры даже отказывались проводить осмотры места происшествия. Но благодаря настойчивости пострадавших удалось найти неопровержимые улики. Милиционеры пытались убедить пострадавших, что машина загорелась. Чуть ли не сама. Однако хозяева иномарки уверены – это поджог и связывают его со своей гражданской позицией. Сдаваться не намерены и будут добиваться справедливости в правоохранительных органах. 20-е числа декабря запомнились сторонникам европейской интеграции очередными проколами представителей власти. Избиения, поджоги, угрозы активистам. Власть перешла все границы и окончательно потеряла человеческое достоинство. Люди на Одесском Евромайдане продолжают собираться. И их количество с каждым днем не уменьшается. Уверенность людей в том, что их протест не напрасен, только усиливается. Если подытожить все сказанное одесситами, приходящими на Европейскую площадь, можно заключить. Людям надоело терпеть беззаконие и коррупцию. Останавливаться люди не собираются. И главное – люди уже не боятся высказывать свое недовольство. Потому что надоело молчать и терпеть. Я прихожу на Майдан, потому что я хочу, чтобы я, мои дети и внуки жили в европейской стране. Чтобы власть слышала свой народ. И не убивала журналистов, избивала. И не избивала детей, которые вышли и стояли мирно на Майдане. Вот поэтому я вихожу. Я представитель молодости, и мы хотим жить в правдой, независимой, нормальной европейской стране. Поэтому я тут. И я знаю, что если, если что-то не так, то то, чтобы убили Тетяну Черновол, или кого-то из других наших, то каждого из нас потом может не только убить, а еще и убить. Украина – это европейская страна, и что многие люди хотят жить по европейским стандартам, по европейским законам и порядкам. И что Украина – страна единственная европейская и способна жить по действительно, я бы сказал, цивилизованным порядкам. Поэтому я здесь. В конце акции участники Одесского Евромайдана устроили небольшой перформанс. На Потемкинской лестнице они сложили своими телами фразу «Мы – Е». Видно было издалека. Анатолий Косин, Елена Бачевская, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Продать все, что еще осталось, и потратить бюджетные деньги на несбыточные проекты торопится правящая в Украине партия регионов. В русле этой антигосударственной политики действует и депутатское большинство Одесского областного совета. Наш корреспондент побывал на очередной сессии, где заправляли делами регионалы. У входа народных избранников встречала оппозиция. Активисты областной организации партии «Удар» Виталия Кличко протестовали против провокационного заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны, ставленника власти Андрея Клюева. Нещодавно, 19 числа, Клюев, портрет, которого мы держим в своих руках, заявил, что Украина будет поделена на три сорта. Незалежная, большая, жительная Соборная Украина, без разного поделения на сорта, на классы, на отминки. И эта человек позволяет заявлять, что она нас разделить. Никто нас не разделить. И мы это все прекрасно понимаем. Нам ведь тот так званный антимайдан и тот выступает за целостность Украины. И тут мы все вместе говорим про это. Украина единая, Соборная, незалежная Украина. Судьба, которую Клюев предсказывает Украине, пока что постигла его портрет. Участники акции разрезали изображение главы Назбеза на три части. Сама же сессия началась с позорного для правящей партии решения. Глава фракции «Батьковщины» Сергей Весенов предложил принять обращение к ректорам одесских вузов. Оппозиция требовала не принуждать студентов к участию в митингах на стороне правительства. Депутатское большинство от партии регионов провалило это решение. Это вопрос уже вносилось к депутатской фракции в установленном законодательном порядке. В соответствии с тем, что он имеет политический аспект, расследовался, согласно с требованиями регламента, на заседании Погоджевольной Рады. И Погоджевольная Рада этот проект решения не поддержала. Оппозиция считает такое решение утверждением незаконной практики использования административного ресурса. Проще говоря, практики шантажа. Приводили примеры того, как используется админресурс, как людей заставляют ехать туда, угрожая отчислением из института, не сдачей сессии и так далее. Обращается внимание на то, что партия регионов в Одесской области насчитывает более 100 тысяч своих членов, активистов, которые могут ехать в Киев, отстаивая свои интересы по политическим или по своим каким-то соображениям. Но вместо этого используется админресурс. И мы видели, что даже формировались поезда Одесса-Святошина, на котором отправлялись студенты в Киев. В привычной манере регионалы принимали экономические решения. Два проекта с громкими названиями фактически ничего не дают области. Первый – программа привлечения внешних ресурсов и развития международной деятельности. Если говорить просто, план привлечения иностранных инвестиций на ближайшие два года. Мы видим, что здесь забита общая сумма 32 миллиона 100. Мы понимаем, что не все деньги будут, наверное, выделены так, как было это и в прошлом, которую программу мы принимали. Но хотелось бы понимать, вот те деньги, которые были забиты в 2013 году, каких инвесторов мы привлекли и какой процент полезного действия мы получили. По итогам я также на комиссии депутатской, в которую вы входите, вы докладывала по итогам программы и рассказала вам о перечне тех предприятий, которые были открыты. Ответ чиновника вызывает сомнение. Если даже депутат областного совета не видит экономического эффекта от привлекаемых инвестиций, то есть ли они вообще? Такую же критику оппозиции вызвал и проект о смене названия коммунального предприятия, руководящая компанией индустриальных промышленных парков. Программа индустриальных парков, на которую было истрачено 2 миллиона гривен налогоплательщиков, а в результате ответственности за неправильное решение или неправильное руководство этими программами никто не несет. У нас два департамента областной государственной администрации занимаются реализацией в Одесской области государственной политики в области инвестиционной деятельности. В придачу к ним мы создаем еще одно коммунальное предприятие. Тем не менее регионалы, пользуясь своим большинством в Совете, утвердили и этот проект. Вопрос о продаже народной собственности протащили еще быстрее. В список объектов, подлежащих приватизации, попали памятники архитектуры. Так называемый масонский дом на улице Княжеской и здание, где долгие годы размещается областная организация Союза писателей Нобелинского. Председатель областного совета считает продажу Старой Одессы ее спасением. Я не вижу в этом ничего страшного, потому что, как правило, и это, в общем-то говоря, позиция депутатского корпуса, здания, если они являются объектами культурного наследия, они таковыми и должны остаться в этой категории. Другое дело, что инвестор, который приходит с целью пользоваться этим зданием, он обязан привести его в то состояние, которое отвечает этому статусу. Если предположить, что новые хозяева зданий приведут их в порядок, то это еще куда не шло. Но у нас есть другие примеры, когда строения выкупают и умышленно доводят до разрушения, чтобы на освободившейся земле построить новое. Власть на это не реагирует, потому и доверия к ней нет. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания Круг. Мы продолжаем программу Круг новостей неделя. Далее вы увидите. Дерибасовская превратилась в автостоянку. Новый железнодорожный узел и терминал по перевалке растительных масел открыты в Одесской области. Ежегодный фестиваль «Зимняя симфония» проводят воспитанники 8-й детской музыкальной школы. Пост внутренних войск, располагавшийся на перекрестке улиц Дерибасовской и Екатерининской, опять исчез. Знаки, запрещающие движение автомобилей, водители попросту игнорируют. Теперь главная улица города превратилась в парковку. Дерибасовская стала обычной грязной загазованной улицей. И в скором времени от брусчатки не останется и следа, так как по ней спокойно ездят трактора и грузовики. А кинув взглядом Дерибасовскую, может сложиться впечатление, что дорогое красное авто, уютно припаркованное у елочки, чей-то новогодний подарок. Но нет. В очередной раз центральную улицу Одессы превратили в проезжую часть и стоянку. Несмотря на то, что на въезде с Екатерининской установлены два знака, кирпич, который запрещает движение автомобилей, и знак пешеходной зоны, водителям закон не писан. Гордость одесситов уродуют. Теперь пройти спокойно по Дерибасовской невозможно. То и дело, надо оборачиваться, не задавит ли какой-нибудь лихой водила смело газующий по запретной зоне. Это ужасно, конечно. Единственное место было в городе, где можно было спокойно с ребенком погулять, расслабиться немножко, посидеть в кафе, выйти. А тут тебе, если придется бегать от машин, конечно, ничего хорошего. Очень плохо. Это не должно быть. Потому что здесь много людей приезжающих, и мы, действительно, нам все-таки этого не заделать. Очень приятно здесь идти, не оборачиваться. В принципе, если будут браковаться машины, я думаю, что это минус. Я не согласна. Все-таки она была всегда пешеходной. Хоть бы пешеходной оставили. В интернете проскользнула информация, что движение открыли по причине так называемой ярмарки – базара, проходящего в самом сердце Одессы. Но верится с трудом. Причина, скорее всего, банальна. Очевидно, некоторым лицам лень матушка не позволяет дойти до нужного дома или магазина. Ведь куда проще доехать, если комплекция уже не позволяет бросить баранку и пройти пару метров ногами. Сейчас стало модно доказывать, кто в каком поколении одессит. Развешивать билборды «Моя Одесса», «Люблю Одессу». Но, глядя на Дерибасовскую сегодня, становится неважно, приезжий ты или в десятом поколении одессит. Но как же нужно не любить Одессу, чтобы разрешать разбивать автотранспорту исторический центр? Не говоря уже о самих водителях, которых иначе как вандалами и назвать-то трудно. Если так будет и дальше продолжаться, то в скором времени машины пустят по скверам и паркам Одессы. Лиха беда, начало. Елена Бачевская, Руслан Акаев, телекомпания «Круг». Количество рынков, батискафов, павильонов, торговых центров в городе-миллионнике уже и не счесть. А если приплюсовать к ним рестораны и кафешки, то и вовсе со счета можно сбиться. Словом, не город, а огромная торговая зона. Но того, что есть, оказалось мало. Сначала решили в самом центре Одессы на Дерибасовской устроить сезонный базар. А теперь деревенскими хижинами застроили и Приморский бульвар. Как показывает опыт, новые будки в Одессе хорошо выглядят только поначалу. Со временем они превращаются в грязные палатки. Да и место ли для продаж Приморский бульвар. Территория для прогулок превращается в торговую зону. Деревянные домики диссонируют с архитектурой города. Вероятно, в селе они бы смотрелись более гармонично. Но в городе, который славится постройками в стиле неоклассицизма и ампир, хижин не должно быть. Складывается впечатление, что на рынках закончились лотки для продаж. Хотя аренда в центре города стоит недешево. Вероятно, кто-то набивает себе карманы, пользуясь праздниками. В результате одесситам остается молча наблюдать, во что превращается Южная Пальмира. Вместо Дерибасовской базар, вместо Приморского бульвара рынок. Но еще осталось свободное местечко у Дюка и Екатерины. Там тоже есть где разгуляться. Можно также забить площадь прилавками, например, сельскими продуктами. Очевидно, по мнению городских властей, именно так и должен выглядеть европейский город. Елена Бачевская, Руслан Акаев, телекомпания «Круг». Исполняющий обязанности одесского городского головы Олег Брындак начинает напоминать своего предшественника. Декларируются громадные планы. А мелкие, насущные, но тем не менее важные нюансы жизни города остаются без внимания. В центре города, на углу улицы Катерининской и Греческой, уже несколько дней неисправен светофор. И днем, и глубоким вечером в этом оживленном месте из-за поломки скапливаются автомобили. В итоге неудобства испытывают и водители, и пешеходы. Исправить неполадку сотрудники ответственных служб не спешат. А действительно, зачем? Служебные автомобили мэрии ездят по улицам города в кортеже. И неработающих светофор для них не помеха. В доме номер 34 на улице Манежной все не так хорошо, как видится представителям ЖКС. 26 декабря здесь в очередной раз прорвало трубу отопления. В очередной раз пострадавшие обращаются за помощью. Пока, увы, без толку. По идее, с приходом холодов должен начинаться отопительный сезон. К несчастью, для жителей дома номер 34 на улице Манежной отопительный сезон начался только по идее. Утром 26 декабря прорвало трубу отопления. Кипяток лился со всех щелей, уничтожая ремонт в квартирах и создавая угрозу для жителей дома. У нас на чердаке прорвало, по-моему, трубу отопления. У нас залило полностью все квартиры, вот так вот, с первого по четвертый этаж. Больше всего пострадала квартира на четвертом этаже. Пожилая пара, живущая там больше 40 лет, пережила более четырех таких потопов. Это не могло не отразиться на состоянии квартиры. Там просто невозможно жить. Из-за гнилого перекрытия просел потолок, готовый обвалиться в любой момент. От постоянной влажности повелось стены. Жильцы не раз обращались за помощью к представителям ЖКС. Писали запросы и в вышестоящие инстанции. И выносят решение с полкома, а работы никакой. Никто не делает. Начальники меняются, а вот устаёт и меня там. Капитальный ремонт крыши и отопление в ЖКСе так и не собрались сделать. Своими силами жильцы дома привести всё в рабочее состояние не могут. Слишком затратно. А Вере Коваленко остаётся только подпирать своды своими нежными женскими плечами. Постоянно у нас ломается канализация, водопровод. Горячей воды вообще периодически то есть, то нет. Потом отопления вообще нет. Когда подключали отопление, они подключили и на этом всё. Никакого контроля не было. С сентября месяца мы всей парадной ходим в ЖК. Всей парадной. И ничего, никаких сдвигов. Начальник обещает. В одну книжечку позаписывал данные, претензии от нас. В другую, вот понедельник мы ходили. И всё. И сказали, сидите, ждите, придут. Сегодня к почти обвалившемуся потолку и отвратительному отоплению добавилось ещё и отключение электричества. Оно-то может и правильно. Нужно провести ремонтные работы. Вопрос только когда. Да, ведь судя по тому, как раскачиваются коммунальщики, многострадальные жильцы дома номер 34 рискуют встретить Новый год совсем не по-праздничному. Юлиана Кудинова, Евгений Войтенко, телеканал Круг. Выгодное вложение крупных капиталов в украинскую экономику реально. Пример подали одесские фирмы ТИС и РИС Оил Юг. В содружестве с Одесской железной дорогой они успешно завершили проекты по строительству железнодорожного узла и самого современного на юге Украины терминала по перегрузке растительных масел. Стивидорная компания ТИС вышла на рынок 19 лет назад. За это время построен контейнерный терминал, ведётся перевалка зерна, минеральных удобрений, руды, угля. За годы работы в предприятие вложено 350 миллионов долларов. Нынешний проект – железнодорожный разъезд 12 километров на участке Черноморская береговая в районе порта Южный. Теперь вместо 33 пар поездов в сутки могут разгружаться 44. Увеличение пропускной способности на 11 поездов даёт значительный экономический эффект. Порты Южные, Одесский припортовый завод, фирма ТИС и другие предприятия дополнительно получат 16 миллионов тонн груза в год. 20 лет назад здесь были болота, а сегодня мы заканчиваем год и перевалили 21 миллион тонн груза. Мы фактически перевалили ровно столько же почти, сколько весь Одесский порт. Мы вместе с Одесской железной дорогой при поддержке государства создали сегодня возможность дополнительно проходить по железной дороге в сторону порта Южный 16 миллионов тонн в год. Если служится в эту цифру, это огромные средства, это рабочие места, это деньги для бюджета, для нас с вами. Строительство велось силами Одесской железной дороги на средства компании ТИС. Стоимость проекта 24 миллиона гривен. Пробные поезда уже пошли по новой линии. В комплексе с железнодорожным разъездом компания «Ресаил Юг» построила терминал по перегрузке растительных масел с автомобилей и вагонов в морские суда. Мощность комплекса – 120 автомобильных и 25 железнодорожных цистерн в сутки. Для обслуживания терминала организовано 65 рабочих мест. Терминал общим объемом хранения 52 тысячи тонн и производственной мощностью до 600 тысяч тонн в год. Я надеюсь, что наш терминал займет достойное место среди лучших терминалов, аналогичных терминалов в Украине. Государство не вкладывало деньги в строительство. Однако областная администрация понимает важность проекта. Открытие имеет огромное значение для Одесской области. Имеет огромный потенциал для дальнейшего развития. И мы понимаем, область администрации понимает всю важность и перспективы данной работы, которая осуществляет, исходя из государственного частного партнерства, компании «ТИС» и «Железная дорога». Масштаб сделанного легче представить сравнение. 19 лет назад все начиналось почти с нуля. На развалинах, оставшихся после распада Союза. Раньше станция в 2000 году представляла собой всего три пути для приема отправления поездов. То сегодня это мощный парк приема отправления с восьми приема отправочных путей. Очень мощные комплексы по перевалке различных грузов. В 1994 году, когда мы сюда пришли, рабочий парк станции «Химическая» предполагал заход сюда полтора поезда. Речь шла об импорте грузов. В настоящее время, на сегодняшний день, по последнему месяцу мы заходим 18 поездами в сутки. 18 поездов в сутки. Мы выгружаем уже сейчас 794 вагонов в сутки. Создававшаяся годами техническая база должна стать основой будущих проектов, осуществляемых совместно с Одесской железной дорогой. Их цель – поднять на качество на новый уровень транспортное снабжение порта. Следующий проект у нас – это станция «Южная». Это будет сортировочная станция. И мы рассчитываем, что после его строительства, эта станция будет занимать 70 гектаров земли. Согласован уже проект. Мы начинаем эти работы. Самое сложное там – это перенос газотранспортной системы. Но мы это все осуществим, я надеюсь. После запуска этой станции мы сможем, прежде всего, оказать большую помощь железной дороге. Мы сможем сортировать здесь вагоны. Таким образом, большее количество, прежде всего, зерновых вагонов могут нормально двигаться в сторону порта Южного. Эксплуатация расширенного железнодорожного разъезда и масляного терминала значительно пополнит бюджет области. Одна только перевалка масла позволит собирать налогов на сумму не менее миллиона гривен в год. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Новогодние дни – время праздничных детских утренников и спектаклей. Их готовят профессиональные театры и самодеятельные коллективы. Воспитанники детской музыкальной школы номер 8 ежегодно представляют свою программу. Обычно новогодние программы готовы для детей и взрослых. Согласно своим представлениям о том, каким должен быть детский праздник. Чаще всего делается это по привычной схеме. Дед Мороз, Снегурочка, хороводы под елочкой, шутки, загадки и подарки. В восьмой музыкальной школе концерт для взрослых дают сами юные артисты. Преподаватели подбирают посильный репертуар и руководят процессом. Главный всегда исполнитель. Пусть даже он будет маленький и неопытный. Песня. 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 Музыкальная школа отличается от обычной тем, что сюда ходят по своему желанию. И каждый знает зачем. Объединяет всех стиль жизни, желание достичь гармонии в творчестве и человеческих отношениях. Меня родители отдали в очень хорошую музыкальную школу, и что действительно я здесь приобщаюсь к культуре. Мне здесь нравятся учителя, учат многому, что касается музыки, учат развиваться, дают духовную пищу, чтобы больше понимать в самой культуре. Я считаю, что наша музыкальная школа лучшая в городе, потому что здесь добрые преподаватели, которые учат многому, очень хороший преподаватель по хору, который очень много объясняет нам и учит правильно петь. Мы ездим на разные конкурсы, выступаем на разных концертах. В творчестве возраст понятие относительно. Если есть талант, трудолюбие и желание, можно добиться успеха у любой аудитории, не имея званий и дипломов. Это проверено опытом. Мы уже не помещаемся в один концерт, и мы проводим целый цикл концертов, которые называются «Зимняя симфония». Наши дети обязательно участвуют в областных конкурсах, побеждают. Не только в областных, это и международные какие-то конкурсы бывают. И мы проводим конкурс «Фонтанская весна», фестиваль, вернее, фестиваль для детей. В концертном цикле «Зимняя симфония» участвуют ученики всех классов – фортепиано, народных инструментов, хореографии, театрального класса. В этот день концерт посвятили хоровому и сольному пению. Что такое снежинька? Что такое снежинька? Что такое снежинька? Не ответить вам могу. Наш хор уже занимается много лет. У него очень разнообразный репертуар. От классики до народных песенок, капелла, современных джазовых песенок. Дети участвуют в хоре как с 6-7 лет, так и с 15 лет. То есть ограничений нет, все желающие, никакого отбора, все детки участвуют. Строгие критики могут указать на недостатки и снисходительно похвалить выступления школьников. Если подходить с профессиональной точки зрения, возможно, они и правы. Зато у юных артистов есть неоспоримое преимущество. Они выходят на сцену не за деньги, а для души. Мастерство наработается с годами. Потребность творить дается свыше. Александр Биноградов, Евгений Войтанко, телекомпания КРУ. И, наконец, сюжет, который завершает наш выпуск. 2013 год запомнился нашей стране и нашему городу самыми разными событиями. Увы, преимущественно невеселыми. Еще этот год запомнился переменами. Дуплетом выстрелили отставки руководства города и области. Итак, что же все-таки происходило в Одессе в 2013 году? О чем судачили одесситы? 13 февраля визит на Еврокубковый матч в Донецк, где местный шахтер принимал Дортмундскую Боруссию, закончился трагедией. При посадке в Донецком аэропорту самолет потерпел крушение. Погибло 5 человек. В ночь 31 мая на 1 июня на Одессу обрушился ураган. По данным синоптиков, скорость ветра достигала 30 метров в секунду. Несколько суток город был парализован, несмотря на всеобщую мобилизацию. Одесситы вышли на улицы с бензопилами помогать попавшим в беду. А если говорить о городских властях, которые были обязаны предпринять усилия по скорейшей ликвидации возникших проблем, мягко говоря, складывалось впечатление, что чиновники в это время просто не занимались своими непосредственными обязанностями. Деньги на ликвидацию последствий стихии выделял кабинет министров. Около 30 миллионов гривен. Но в городскую казну первая часть суммы поступила спустя полгода. В итоге последствия урагана даже сегодня можно найти на городских улицах. В конце июля в Белоруссии произошло масштабное ДТП, в котором погибли три жителя Одесской области. Еще около 10 получили тяжелые травмы. Руководство области провело спецоперазию по транспортировке наших соотечественников, задействовав военный самолет. 22 октября было жарко на улице Еврейской возле здания областного управления внутренних дел. В ходе допроса одиозного лидера партии Радына Игоря Маркова он был задержан. Сторонники экс-нардепа предприняли несколько попыток штурма, которые закончились безрезультатно. После ареста Маркова в результате судебных разбирательств главный информационный рупор партии Радына телеканала ТВ был лишен лицензии на телевещание. Октябрьские дни одесситы в шутку назвали чистым четвергом. Больше всего кадровой чехарде в Одессе удивился кандидат в президенты Виталий Кличко. В день его визита стало известно об уходе губернатора Одесской области Эдуарда Матвичука и городского головы Алексея Костусева. Эдуарда Леонидовича заменил Николай Леонидович Скорик. А вместо блюстителя мэрского кресла сейчас является секретарь горсовета Олег Брэндак. Еще одно позитивное изменение случилось в самосознании всех украинцев. Люди объединились и вышли на Евромайдан. Не только в столице, но и в Одессе, во Львове, Харькове и других городах Украины. И это единственное вселяет уверенность. В будущем году Украина уже точно будет другой. Такое увидели эту неделю наши корреспонденты. А нам остается пожелать вам отличного настроения, приятных предновогодних хлопот и только добрых новостей. С наступающим Новым годом! До скорой встречи уже в новом 2014 году.